Издательство Эксмо. Михал Холева. Гамбит. Полевой командный пункт полковника Брисбена. 27 мая 2211 года. ЕСД 1612. Господин полковник, техник подошел к Мангусту. Слушаю, Лофтон. Сидящий у люка в пассажирский отсек транспортного прямоточника Брисбен на миг отвел взгляд от экрана компьютера на его коленях. Как успехи анализа? Пока что ничего, но я хотел поговорить не об этом. Понимаете, я о вчерашнем. Вас смущает, что мы обстреляли тот патрульный с 12-ки? Меня тоже. И правда не было другого способа. Брисбен вздохнул и погасил экран. Никто не погиб, я читал рапорт. Есть несколько раненых, но выживут. Знаете, я не об этом. Лофтон тяжело опустился рядом с командиром и воткнул взгляд в черную поверхность воды под ногами. Я просто не придумал другого способа. Генерал Вайерий, увы, как мне не жаль такое говорить, идиот. У него просто нет информации, которая есть у нас. Возможно, его удалось бы убедить? Я пытался. Затем мы летали на командный пункт. Увы, генерал уверен, что сумеет защитить болото, используя рассредоточенные гарнизоны. Более того, он считает мое предупреждение о попытке поставить под сомнение его компетентность. Данные разведки говорят сами за себя. Брисбен негромко вздохнул. Данные разведки довольно общие. Оценка силы скорости реагирования – результат нашего анализа, а его Вайерий ставит под сомнение. Нам нужен был кризис, который приведет к тому, что он пересмотрит свою оборонную стратегию. Демонстрация проблем, которая может вызвать один отряд из нескольких человек. Мы задали необходимую перспективу, а он отказался, по крайней мере, отчасти своих оптимистических предположений. А поскольку мне было нужно дать командиру полка понимание того, как могут пойти дела на поле битвы, я полагаю, операция удачной. Лофтон, все еще всматриваясь в воду, сдвинул шлем на затылок и вытер под тыльной стороной ладони. Мы ослабили наших. Полковник фыркнул тихим мрачным смешком. Лофтон, все солдаты на этой планете обречены по умолчанию. Учитывая силу американского контрудара, один солдат, одно отделение не имеет большого значения. Перешеек Они были готовы к приходу американцев. Отряды ЕС ждали, сосредоточившись в ключевых точках зоны стратегической обороны. Большая часть войск ушла из колоний, предоставив те самим себе. Во всех вероятных местах вражеского десанта располагались отдельные противовоздушные группы, саперы минировали дороги между колониями. Батальон майора фон Зангена в готовности ждал в точках, подходящих для посадочных площадок, готовы связать противника боем, едва только тот появится. Усилены были посты в местах, пригодных для переброски тяжелой техники. Увеличены объемы амуниции, а взводы получили дополнительные оборонительные средства. Они были готовы к приходу американцев. Просто не ожидали, что тех окажется так много. Янки вошли в систему во вторник, и несмотря на усилия эскадры Королевского дуба, уже через 40 часов в небе болота появились полосы от следов входа в атмосферу посадочных паромов 101-й воздушно-десантной. Вроде бы флот пропустил не более половины сил американской дивизии, а неустойчивая ситуация орбитального доминирования и скверные атмосферные условия Нью-Квебека делали невозможной реальную поддержку авиации. Но все равно для одного единственного 40-го полка врагов на поверхности планеты оказалось слишком много. Три к одному. Хорошее соотношение сил для атаки. А командующий силами ЕС генерал Валери сейчас наверняка проклинал себя из-за того, что взял с собой на болото лишь 40-й полк, а не всю дивизию. Недостача офицерского состава, похоже, была весьма значительна. Базой командовала Картрайт, поставленная на ноги химией. Рано полученная на 12-ке еще не зажила, и лейтенант казалась призраком себя самой. Естественно, никто не взял на себя труд объяснить рядовым, зачем они вообще сражаются с Янки, вместо того, чтобы, как приказывал здравый смысл, брать руки в ноги. А Марчину Вежбовскому уже пару дней казалось, что и офицеры не слишком-то это понимают. По крайней мере, те, кто не входил в штаб полка. Лейтенант Картрайт казалась уверенной в себе, но поляк не мог даже представить, что должно было случиться, чтобы этот бастион высокого духа пал. Офицеров, наверное, учат, чтобы они выглядели так, будто ситуация полностью под контролем. Щенок говорил, если увидишь офицера, который не скрывает растерянности, то можешь быть уверен, что ситуация уже прошла критическую точку. Согласно этому правилу, пока что все было не так уж и плохо. Третий батальон под командованием фон Загина цепился в горло американской боевой группе «Бастонь», игнорируя, казалось, факт четырехкратного превосходства врага. Спецрота крепко оттянулась на одной из двух баз обеспечения противника, а главные силы Союза пребывали в постоянном движении, не давая втянуть себя в бой и ожидая ошибки противника. По крайней мере, таковы были слухи, и с каждым повторением они обрастали все новыми подробностями, все более невероятными. Но у гарнизона Киева были только они. Болото шептало о войне голосами радиосообщений, эхом далеких взрывов и хлюпанием тяжелых военных берцев, дышало дымом, выкуриваемых на посту сигарет и горячим воздухом, которые оставляли после себя невыразительные силуэты прилетающих в тумане мангустов. А может, это были машины Янки? Самих американцев тут не виделись в момент их высадки. За семь дней никто из базы Киев не приметил ни единого вражеского солдата. А ведь перешей к 209, который они охраняли, был, казалось, важным стратегическим пунктом. Должно быть, американцам этого никто не сообщил. Сержант Борджа из взвода Ц, который называли чокнутым Борджа, начал принимать ставки, удастся ли до приказа об эвакуации хотя бы выстрелить по врагу. Марчин полагал, что удастся, хотя искренне надеялся проиграть, воспринимая свой залог как жертву неизвестному богу войны, который захотел бы его выслушать. На восьмой день на Киев перебросили саперный взвод и снаряжение как минимум для двух род. Четыре дополнительных подушки, массу мин, сенсоры периметра, минометы, две противоартиллерийские лазерные системы МРАЛ-17 Райпер, огромное количество противотанкового оружия. Что-то готовилось. Бешбовский спрашивал саперов, но те ничего не знали. Зато они оказались прекрасным источником сплетен о сражениях. Якобы подкрепление уже в пути, и через несколько дней на болоте приземлятся остальные части 8-й дивизии. Якобы американцы из Бастони все еще стоят на месте, а на них со всех сторон наскакивают парни из 3-го батальона. Якобы со 101-й прибыли два бронебатальона, и американцы собираются раздавить всех танками. Якобы флот не дал Янке занять орбиту, а в битве над планетой сбил легкий крейсер и два эсминца. Якобы зона стратегической обороны за дня на день сокращается, и генерал Валери защищает только некий тайный проект, из-за которого и началось вторжение. Якобы отряд спецов порешил командующего 101-й. Жаль, что Джеки погиб. Это была бы прекрасная пища для его воображения. Вечером 9-го дня в Киеве совершили экстренную посадку четыре мангуста из медываков с людьми фон Зангена. 18 раненых. Их пришлось оставить, дальнейшего полета они не пережили бы. Картрайт отозвала комплект санитаров от их ежедневных обязанностей, а небольшая столовая Киева была переоборудована под дополнительный госпитальный зал. Сам госпиталь оказался непредназначенным для такого количества раненых. К утру умерли шестеро. Их не похоронили на месте, просто поместили тела в пластиковые контейнеры. Словно Картрайт рассчитывала, что позже будет время и возможности, чтобы перевести мертвых солдат. Остальных санитарам удалось стабилизировать настолько, что перевести их в тыл. Где бы этот тыл ни находился, в реалиях болота фронт не был единой линии, и часто его конфигурация менялась. Это было для Марчина первым настоящим столкновением с американцами. По крайней мере, с его результатами. И тогда же пришли приказы. Фронтовая база Киев. 19 июня 2211 года. ESD 0604. Вешбовский уже примерно час помогал малому, которого внезапное половодье новых запчастей перенесло прямиком в ремонтный рай. Огромный техник, фальшиво напевая веселую мелодию, крутился вокруг суслика. И, похоже, все шло к тому, что подушка, в конце концов, заработает как следует. Машина какое-то время доставляла исключительно хлопоты. Но малой, ведомый достойного удивления преданностью, уверял, что спасет ее. И ему все верили. Что бы там ни говорили о малом, называть которого простым было бы оскорбительно для простых людей, с машинами он обходиться умел. Словно все интеллектуальные возможности этого крупного мужчины с лицом ребенка отступили, чтобы уступить место по настоящему безошибочному инстинкту, касавшемуся всякого рода оборудования. В связи с этим помощь Вишбовского ограничивалась наблюдением. К тому же лишь в меру увлекательным. Вот уже пару десятков минут техник копался под кожухом левого мотора суслика. Время от времени прерывал свой напев, чтобы сказать что-то ласковым тоном. «Ты ведь в курсе, что суслик существует только и исключительно за тем, чтобы пожирать запчасти, которые могли бы спасти десятки невинных подушек?» — заговорил поляк, вяло перебирая инструменты в ящике. «Какой, ты говорил, тебе нужен?» «Тот для...» Малой выглянул из-под бронеплиты кожуха и взглянул в лицо коллеги. Толстые надбровные дуги почти шевелились, когда техник отрабатывал новую стратегию коммуникации. «Синяя полоса вдоль рукояти», — решился наконец. «Этот?» Вишбовский подал ему ключ, случайным образом выбранный между несколькими обозначенными синим. «Этот?» «Привет, Черпак!» Худой даже в полном обмундировании солдат из ЗОДЦ, Черпак приветственно махнул им, а потом небрежно забросил автомат на плечо и уселся на борту суслика. Некоторое время копался во многочисленных кармашках разгрузки, потом достал пластиковую коробочку. Протянул в сторону коллег. «Дори!» «Что это?» Поднял брови Вишбовский. Черпак сдвинул очки и платок, открывая битое оспинками лицо с крючковатым носом и глазами чуть на выкате. Оскалился в ухмылке, которая на его лице казалась ножевым шрамом. «Дурь!» «Говорят, маги принимают его для лучшей нервной промодимости. Как посмотрю на наших мангустов, махнул чуть длинноватой рукой в сторону посадочной площадки, то думаю, что это вот единственная вещь, благодаря которой ты можешь действительно улететь». «Дам нельзя принимать на службе дурманящие субстанции», — малой прищурился. «Ты ведь знаешь об этом, да?» «Она не одурманивает. Вовсе даже наоборот, я же говорю. Только после двух доз я начинаю понимать все это гребанное болото». Черпак открыл коробочку, показав несколько прозрачных лепестков. «Главное, не уплыви», — буркнул Марчин. «Спасибо, но нет». «А лейтенант Картрайт в курсе, что ты это принимаешь?» Тон Малова был смертельно серьезен. «Ага, ясное дело». Худой мужчина быстро закрыл коробочку и спрятал ее за пазуху. Жутковато оскалился в сторону техника. «Пусть у тебя мастер-голова в этом не болит. Я вижу, ты из тех, кто по уставу». «Он просто не любит проблем», — ответил Марчин, прежде чем техник успел раскрыть рот. «Но он прав. С нашим лейтенантом рискованно иметь что-то вроде такого». Черпак сплюнул на цементную плиту пола. «Ну, все ли так плохо». «Да насколько я успел ее узнать, она готовит какой-то маневр. А значит, на таких маленьких людей, как я, у нее вряд ли найдется время, она ведь войну планирует». «Если серьезно, я вам сочувствую». «Я бы не удивился, если бы она послала вас искать противника». Солдат хохотнул сухим, напоминающий кашель смехом. «В трудные времена самое лучшее доверять своим командирам», — фыркнул Вежбовский, глядя в сторону периметра. Из тумана одна за другой материализовывались фигуры солдат Ньеми, у которых заканчивалась постовая смена. Со стороны караульни приближалась небольшая группка людей пятницы из взвода С, которые должны были их заменить. «В своем умеренном оптимизме я опираюсь на то, что это не она дергать за ниточки, а приказ наверняка говорит, что мы должны сидеть здесь на месте». «Не переживай». Черпак нахмурился и воткнул взгляд своих глаз на выкате на идущего к ним человека с пулеметом, уложенным на руку. «Кажется, это за вами». «Новости сверху». Шкаф, подходясь, тянул очки. «Через час брифинг для взвода в столовой». «Что-то слышно?» — заинтересовался Марчин. «Карт-райт как раз собирает командиров отделений, кроме пятницы. Да и они пока что ничего не знают, а я тем более». «Она собрала всех?» Лицо у черпака вдруг сделалось похожим на обеспокоенного и довольно уродливого цыпленка. «Хм, наверняка добрая фея сейчас прилетит и к тебе». «Мне еще нужна пара часов». Но суслик уже почти в идеальном состоянии. Малой хлопнул подушку по кожуху двигателя. «Известно, сколько у нас времени». Шкаф пожал плечами, хотя Марчин мог бы поклясться, что в его чуть прищуренных глазах, спрятанных под маскировочным платком, заметны печали сочувствия. «Понятия не имею, великан. Но надеюсь, что мы выдвинемся не сразу». «Ясно». Малой энергично покивал. «Я ускорюсь». «Мы знаем, что ты справишься. А я сваливаю нести благую весть». Пулеметчик развернулся и направился в сторону столовой. «Троица солдат некоторое время провожала его взглядами». «Полагаю, что-то серьезное?» Обронил черпак, не пойми к кому. «Или просто апдейт». Вежбовский вздохнул. «Десятый день конфликта, а мы еще и врага не видели. Лично мне кажется, что как раз пришло время». Естественно, о комнате для брифингов на такой базе, как Киев, никто и не подумал. Это лишнее. Маленьким отрядом можно ставить задачу где угодно. Большие помещались в столовой. Практично, пусть и с относительным комфортом. С другой стороны, никто и не ожидал комфорта в прифронтовой зоне. «Совещание для взвода. Охеренно!» Си-Джей развалился на складном стуле рядом с тасующим карты Марчином. «Наверняка какое-нибудь охрененное наступление». «Ты используешь неточное определение». Ковбой похлопал его по плечу. Пепел обязательной сигареты Венгра падал на рукав мундира связиста. Это называется перехват инициативы. «Признаюсь, я готов поспорить, что мы окажемся первыми жертвами этого славного дня». Марчин воздел очи горе. «Валет пик на счастье». Перевернул карту и помахал перед носом связиста. «Видишь? Судьба ко мне благосклонна». Оскалился в кривой ухмылке. «Так откуда это не выпущено еще на рынок версии оптимизма, парни?» «Военный реализм». Си-Джей проигнорировал карту. «Такие сложные определения для осознания той хуйни, в которой мы сидим. Вырастешь и сам разберешься. Я в корпусе подольше твоего». «Португальцы быстрее взрослеют, Рюмайо». «Братишка португальский». «Мне жаль». Связист пожал плечами. «А еще мы трындец какие в постели, но со мной ты этого не проверишь». Врет он, не слушай его. Исаксон оскалилась и села рядом. Она была, кажется, единственной в зале, в ком было заметно радостное возбуждение. Многие были лучше старшей рядовой Камилы Исаксон с точки зрения боевых умений или преданности службе. Но никто даже близко не стоял рядом с ней с точки зрения зависимости от риска. «А тебе-то откуда знать?» Заинтересовался Марчин. Связист подмигнула. «Ты не можешь читать книгу «Моя жизнь и середины, котик». «У меня было время экспериментов». «Потому что не говоришь о самом интере...» «Взвод, тишина!» Рявкнул стоящий в центре помещения Санчес, оборвав его на полусловие. За секунду все разговоры смолкли. После того, как погиб Макнамор, а раненая лейтенант Картрайт получила под свое командование всю базу Киев, командование взводом пало на сержанта Дина Санчеса. Мускулистый испанец, с виду напоминающий боевика наркокартеля, а по характеру дошкольника, явно плохо чувствовал себя на своем новом месте. В командовании отделением он был хорош, но когда принял взвод, стало ясно, что ему не хватает уверенности в себе. Он изрядно полагался на тихую, жутко конкретную Лизу Ниеми. Сейчас командир второго отделения тоже стояла рядом с ней со сплетенными на груди руками. «Знаю, у нас не было полной информации о ситуации на фронте, и потому появились разные сплетни», — начала командир. «Сегодня мы знаем больше. И, во-первых, мы держимся. Условия в средних и верхних слоях атмосферы вместе с нашим доблестным флотом делают невозможным для Янки наносить удары по нам авиацией. Третий батальон все еще развлекается «Спендеяс» из группировки «Бастонь». Мы сильно рвем их линии снабжения, наш флот не позволяет Янке закрепиться на орбите, а генерал Валери планирует контрудар, который имеет шанс затормозить, а может остановить противника на какое-то время». Несколько человек издало совершенно лишенные эмоции «Ура!» «Перехват инициативы», — пробормотал уголком рта с зажатой в нем сигаретой ковбой. «Я же говорил». «Где нахрен ваш энтузиазм, солдаты? Сироковой полк пинает зад!» — рявкнул Санчес. «На этот раз общее «Ура!» было куда громче, некоторые даже вложили в крик немного энергии. «Все это еще так себе, но для коллег у нас льготный тариф», — скривился сержант. «Но к делу! Генерал Валери планирует решить пару дел с группировкой «Курахи» в районе прохода Жене, в двадцати километрах отсюда. «Мы же вместе с Фонзангеном должны обеспечить ему спокойствие о время этих плеск!» Вежбовский нервно потер подбородок. Если командир говорил правду, близилась серьезная битва. Даже отрезанная от остальных американских группировок «Курахи» все еще превышала числом то, что было главными силами сорокового полка. И не только он это понимал. Ковбой в кресле рядом энергично погасил сигарету и некоторое время всматривался в раздавленный окурок. Си-Джей тихо выругался по-португальски, а чуть дальше Торн прищурился и чуть закусил губу. Для него это была удивительно сильная реакция. «Благодаря гениальному и перспективному планированию штаба», — продолжал Санчес, — «перешейк-209, на котором находится Киев, — это единственный путь, позволяющий перебросить тяжелую технику в тыл генерала Валери. Если янки хотят иметь что-то кроме подушек и пехоты, они должны пройти здесь. Командование приказало нашей базе этого не позволить, и мы этот приказ выполним». Никто даже не вздрогнул. В столовой Киева сейчас был бы слышен падающий сигарет и пепел. Несмотря на внешнее впечатление, солдаты, насколько бы плохо у них ни было с математикой, были мастерами в подсчете шансов. Какой-то природный инстинкт позволял им чувствовать проблемы, даже если те прятались в, казалось бы, невинной информации. А на этот раз ситуация была не просто рискованной, она была критической. Держать фронт против врага, который атакует с преимуществом в людях и тяжелым вооружением — это совсем иное, чем танцы третьего батальона вокруг группировки «Бастонь». Те, по крайней мере, имели поле для маневра. Санчес молчал. Позволял людям переварить информацию. В противоположность Макнамори испанец не умел распространять вокруг себя ауру уверенности, создавать в людях впечатление, что все под контролем. А Вишбовскому как раз охренительно требовалось подобное чувство.